во имя отца и сына и святого духа евангелие от мотфея 11 глава 15 стих кто имеет уши слышать да слышит это не поговорка какая-то когда тщательно начинаешь рассматривать и каким органам человек слушает и везде господь непрестанно об этом говорит апостолы постоянно повторяют пророки эту фразу повторяют ну вот они уши у меня есть что спрашивает у нас без ушей то я не встречал людей таких уж казнили если кого-то но однако слышать а как слышать но это надо посмотреть салон 61 12 вот такая странность однажды сказал бог и дважды слышал я это что силу бога а сегодня говорят кол на голове тишу сто раз говорю ты все не слушаешь один раз так сказали но два раза слышал вот здесь ключ весь одно дело слышать а размышления нет и туда не пошло она застряла здесь главное человека что он познает мир это зрение и что как основано все на голове зрение уши слух обоняние вкусовые и только сезание руки отдельно не тоже модуль и могут достать это и что интересно органы эти совсем замкнуты ничего нету глаза в одном месте все а уши другой стороны дальше слышит природе оказывается и сказки и все говорит я со зверями знался звук где-то же не может скотина там или зверь тигр лев не спать он спит щекнул какой-то еще под ногой или что вот в чем дело то гости спасли рим стражники заснули а воины чужие подошли а гуси когда чужие человека не гогощит это в истории мы знаем как есть и вот начинаю размышлять об этом уже не один раз возвращался к этому разговариваю с медиками скажите вот человек растет у него органы все растут ну конечно не может так не пропорционально ноги длинные выросли а руки был коротенькие как у ребенка были есть один орган у человека который как родился человек он не меняется наковальня и мало точек какой-то я не видел ну я верю что так и есть а почему от большой колокол когда бьет и забыть или какой звук раздает такой густое а маленький колокольчик тонкой если бы он вместе с нами роста торган то то мы бы голоса людей уже слышали просто бурчане какое-то кто это так сделал говорят природа но это весь организм такая сложность жилы все растут нервы не растет самый маленький это нужно было обдумать заранее до творения вот почему дух божий носился над водою как один профессор дебедекс он говорит это как у человека когда думает инженерное какое-то сооружение он руки назад и ходит и размышляет но объяснение такое она напоминает о том что бог ничего не делал а бы как и когда закончил и вот хорошо и весьма хорошо сегодня часто задают вопрос а у дома был пупок дескать как у нас тоже рождаются когда то другое я у нас отец вернулся с фронта руки вот так не то 8 ребятишек родился с руками то есть надо смотреть какое время когда и как и вот сейчас звуки какие музыка не зрением только здесь почему говорится господи отверзю уста мои и научу суставом твоим то есть кто-то считает вот в чем дело когда я учился книг то почти не было никаких писать не на чем было какие-то истории привезли магазин мы купили на полях писали она нам не нужна книжка то это вообще ничего не было и свеклу мама делала мне шарлила носил красную учительницы давал но учительница доставала книгу и считала всему классу и это запомнилось больше чем я сегодня фильм посмотрю потому что при слухе вот учительница спрашивает как воображать вот такой-то называет герой каждый представляет о послом то есть у меня широкий диапазон размышления когда вижу у меня служил до той фигуры которая передо мною вот подумайте об этом мы сейчас прочитаем места писания о том чтобы нам не оказаться глухими писание говорит господь я обзывал к нему вот смотрите какая математика 782 раза в библии говорится слышать 114 это неканонических и в новом завете 267 раз 267 раз в новом завете бог нам колотит здесь слушайте слушайте и разносите слово божие прочитаем несколько мест тут же матфея евангелие 13 9 кто имеет уши слышать да слышит по разным событиям 17 стих ибо истинно говорю вам что многие пророки и праведники желали видеть что вы видите и не видели и слышать что вы слышите и не слышали господь сразу на первое место ставит слух блаженный не видевшие но поверующие зрение как будто не надо было когда фома подошел и 43 стих я специально взял разные моменты на что главное обратить внимание нужно что господь сказал и скорее разнести умножить тогда праведники высияют как солнце в царстве отца их кто имеет уши слышать да слышит вот как беседовать с кем я много занимался лет этим делом и так уже бог положил на сердце человечество разбивается на 24 части первое человека то я не верю я верю в то что вижу ему сразу легко доказывать и календарь есть дома ну да а кто составил не знает юлиан а ты веришь что такой император был ульяновский календарь называется ну да ты жива не видел а почему веришь и сразу повернуть к богу бог не видим нам сюда присутствует как творение что бога нет доказывать разумному человеку даже и не надо ну посмотри вокруг я просто вы почему черепаха за сменога замуж не выходит а комар не женится на слоне потому что все настолько разное настолько дивно и глаза видят а слух если ты любишь птиц я могу загадку загадать вам подумать из домашних птиц ну все сберет скотина там корова овечка блеет корова мы щит собака лает кошка мяука и надоедает она уже минуты весны крещит кошка уже до молча ты надоело но есть что-то такое у нас хозяйстве который не надоедает хоть целый день будет издавать голос и бог наградил нас этим мы я могу сказать голуби все сравнивали с котами вот когда что-то трудно или что поверьте если ты заходишь голубь когда это бог так сделать перед не то что я вот голубятник и другой нет я расспрашивал всеми которые не имеют а слышал да а ты понимаешь что такое и поэтому голос когда свидетельствует о боге на напоминает о небе почему жертву приносили почему дух святой вели голуби сошел почему птица улетела ворон то нашел там падает и силы долбит этот корова плавает или кто а голубь вернулся с мастичной ветви и мы должны это знать и здесь бог смотри как чудно все это сделал говорят но как так вот рождается ребенок и вредничает а когда ты была беременна ты пела песни а зачем оказывается все это слышит ребенок там вот коровы ходят когда недалеко друг от друга потому что я надо метр два с половиной другой коровы таша бодайте овечки плотную и ягненок не потеряется он только рождается она в этом и блеет мякой и он только рождается из тысячи голосов он обретет под ее подойдет подать кто это сделал и поэтому раньше когда судили вот была самая страшная 38 статья и все это говорится слово сказал одно слово только а никто же не видел говорит что ты разговаривал в разговоре вот такое спровоцировать человека на что-то трудно а на разговор очень легко узнать что ему мешает чем его обидели ну и сразу сказал слово за которое всю жизнь будешь там говорится париться считаем лука 5 1 однажды когда народ киснился к нему чтобы слышать слово божие а он стоял у озера генесарецкого он стоял заметьте как у озера мы обычно как делаем если так а потом и на лодку господь сел рыбак оказался на воде рыба на суше знатолог говорит и забрасывает оттуда сеть и слов а сети слов что это но это переплетенная вот так вот нитки так и дают и вот так а что такое чудеса и пророчества так объясняют святые отцы на чудесах и пророчества была основана новозаветняя церковь исайя пророк первая глава мы не каждый день его считаем а тут попробуем я скажу я остановиться слушайте внимательно это бог призывает но бог редко издает голос редко-редко в громе или как-то а именно правовку кладет на сердце и человек тогда бы возвещает это нам говорит бог видение исая сына мосова который он видел о идее и русалиме в одни озе и афама ахазы языки и царей иудейских слушайте небеса и внимая земля потому что господь говорит давайте мы не просто библию считаем просите у бога откровение на это слушайте небеса и внимая земля ибо господь говорит все кончилось никаких сопротивлений никаких доводов не надо доказывать он говорит и горы что содрогаются слово божие 1248 евангелия тяна будет судить нас господь это слова которые я говорил а господь говорил ничего не писал ну в житиях написано там а в горю царю написал христос письмо не знаем так ли было пророки до них никто этого не писал и они то когда писали еще неизвестно перед самой смертью или где вот давид писал и мы узнаем его как через чтение слух такая у него была стать талант его мог играть а музыка ничего не значит его нет когда он играл демон от царя отходил злой дух отступал вот такая музыка есть не так чтобы человек с ума сходил там когда колотят они а именно такая музыка как у баха есть называется страсти христову но это надо просто слышать ухаживали за мной тут и на кине и она в иерусалима служила и рядом был католический храм я не горту и на кине отпрашивались которая там заведовала и бегали послушать эту музыку орган органа то целый оркестр духовой я совершенно ничего в этом не понимаю но когда послушал скажу сравнить абсолютно вещи как будто весь мир куда-то уходит и слышится такое невероятно несколько лет десятилетия назад и прочитал люди наблюдают за звездами вдруг стали замещать приборы стали записывать звуки звуки напоминающие какие-то трубы допустим а с 3 до 5 часов ночное что это за за трубы трубы звук идет я не знаю тоже но подумал молитвы святых они наполняют нашу жизнь смыслом еремия 10 глава а нет минутку подождите так языки или 2 5 7 пророк языки или говорит он я скажу даже сколько раз он в 8 раз поминает слова слушайте будут ли они слушать или не будут ибо они мятежный дом но пусть знают что был пророк среди них а ты сын человеческий не бойся их и не бойся речи их если они волчь сами терными будут для тебя и ты будешь жить у скорпионов не бойся речи их и не страшись лица их ибо они мятежный дом и говорим слова мои будут ли они слушать или не будут ибо они упрямы когда мы проповедовали вот ездили где-то говорят ну и кто обратился а там же только бог знает нам не дано но нам дано право сеять вышел сеять и сеять нас господь послала какое должно быть внутренние чувства может говорить нельзя это дух только дают сегодня так много всяких сведений называют и ложные а как-то узнал бы молиться надо апостол павел говорит чтобы разуметь должен быть дух разумения сегодня столько ложной информации ну и в первую очередь о том что все религии ни к чему а лучше без веры это подготовка антихриста и мы слышим это вот сейчас он говорит будут слушать или не будут а написано не бросай жемчуг перед своими и откуда ты знаешь перед тобой свинья стоит это или корова ты ему раза два после первого второго разумления отвращайся апостол павел пишет титул 3 10 еретика после первого второго разумления отвращайся ибо он будучи самоосужден он сам себя судил ты сказал а человек один заинтересовался у тебя сегодня три-четыре человека новых которые пришли пожелали слушать а встречались где-то там раньше каждый день приходят люди почему голос господь возвысил намного дальше я бы много было писем то время там по-другому никак нельзя а сегодня иначе ему сразу материал за два дня я скинул сколько материалами за жизни прочитать наверное столько столько материалу и мы это все сегодня берем на слух восьмидесятые годы господь позволил мне насчитать 50 томов примерно этого не было интернета первую очередь библия 12 томов златоуста 12 жития 5 томов добротолюбия 4 тома григория ищенко ну и другой другие книги прием сирина и игнатия бричинина 50 томов и они сохранились и сейчас в интернете их слушают ну кажется могут читать все недавно оповестили вы знаете насчитывает художественный новый завет подобрали лучших русских артистов и они считают на голоса сказал христос это один голос сказал кто-то на голоса я сам насчитывал знать не один раз насчитывал библию один раз я уничтожен начитан другой раз и вернулся уже не на магитофона на это сравнивать даже не надо что я один считался насколько это все продумано мало того еще музыкальное сопровождение бывает делает я могу только сказать одно слово господне будет проповедана по всей вселенной до края вселенной и говорят может насчитывать люди которые мало верующие но не верующие не доставишь я думаю и поэтому где бы вы ни были с кем бы не разговаривали все время проверяйте людей способны ли они что-то принять ходили мы только сейчас получил письмо из крови прокуратуры обратился они говорят это не наша прерогатива вам как жертве репрессии должны вот это ответить и вдруг проходит несколько дней неделя прошла сегодня опять письмо с другим пояснением я не знал куда же обратиться они еще добавили какие везде есть люди который писал патриархию допустим писем 50 ушло никому не ответили никогда и по всему интернету говорят прокуратура обратился 32 раза 32 да еще сверху добавят ответы в администрацию там 50 чем-то на каждый ответ отсюда вывод нам бог дал глаза дал слух и мы должны сеять чтобы где ни писали напомните о боге хотя бы несколько слов где идете когда-то в сумке что-то дни держите евангелие положи там если даже и друг дёрнут а человек через это может обратиться и когда разговаривать где-то на остановке говорите о боге чтобы слышно было другим мы сейчас еще коснемся этом так языки или 13 11 13 веке или это как откровение какое было он видел славу божию по нашему и у него здесь колеса в глазах очень то вообще и когда говорится сила небесная поколеблется ну человеческое воображение не ложит нам помешать то есть испугаются ангел архангелы что будет грешным человеком как протекает огненная река какой кипящий ад я завтра и господь позволит на эту тему буду говорить даже сегодня если мы это поймем нам нельзя стоять так просто и прямо сирину когда обратилась братья монахи ну расскажи как будет он ничего не мог сказать он плакал день за днем вы не представляете что вы спрашиваете ангелы хирурги мы будут страхи и прячутся под колеса божьей славы это как царь когда казнит кого-то маленький царя еще за отца отпрячется ну сразу только сейчас ходил друг голова валяется еще глаза хлопают и так и здесь говорится так 37 подожди до этого было так это прочитали мы до 13 11 13 скажи обмазывающим стену грязью что она упадет пойдет проливной дождь и вы каменные градины падете и бурный ветер разорвет ее и вот падет стена тогда не скажут ли вам где-то обмазка которую вы обмазывали посему так говорит господь бог я пущу бурный ветер во гневе твоем и пойдет проливной дождь ярости моей и камни града в негодовании моем для истребления кажется град какой-то грязью обмазывают а это на нашей стороне заметьте люди один нельзя убивать но нельзя если в кучу собрали далее указание тебя пойдет и убивать будет это василий великий просто высмеивает говорит от как может быть так и он заметил приходит к власти допустим там один правитель с той стороны собирает маленькие государства а здесь другие присоединяют себе но теперь они очень сильно теперь они воюют а здесь написано разорвет бог каждый обещает царство вы знаете слово какое это который пятьдесят шестом году с трибуны съезда было нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме это восемьдесят втором уже кому не должен был наступить вы помните как это с трибуны съезда было а там пришел человек и говорит тысячелетний рейх это царство не там не здесь нету а почему пойдут градины градины то может быть снаряды может быть бомбы то а грязью замазать начнут оправдывать но это лоплост ну подумаешь отошла украина грязью замазывают лживыми словами никого нигде не останется поэтому доверяйтесь там где стоит все проще и где на слове божием я просто делюсь своим опытом я же в 23 года первый раз мне евангелие дали а до этого я покупал атеистические брошюрки которые бога опровергают а чтобы опровергать им надо было хотя бы одно предложение а на той стороне тоже попадала как раз на это поэтому едва замки арабал там выстригал это потом склеивал и вот такое мое понятие было а когда уж в руки дал господь 27 сентября шестертом году я стал считать я по сегодняшний день это вижу как для меня все поколебалось я слышу я не слышу но для меня это не буквы которые запрыгали передо мной я как как будто бы слышу голос мне говорит и сердце говорит да аминь да аминь вот если ты не испытал это проси у бога и чтобы слово божие входило в нас твердо крепко с радостью и сая языки или 11 19 слове божия вся премудрость мира настоящее прошедшие будущее и мы узнаем это все на слух а помните когда записывали мы новый завет здесь насчитанный вы покупали диски совсем недавно все было у нас 11 19 и дам им сердце единое и дух новый вложу в них и возьму из плоти и сердце каменное дам им сердце плотяное а сердце это каменное делается блага благодаря благовестию и господь спасал учеников и сказал идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари и кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет а как а у вера от слышания не отведение а слышание от слова божия не просто сказки баси я кроме баси ничего не слышал до двадцати трех лет разные присказурки ну старобрящество киржаки и беспоповство ни одной книги нету ничего мама что сказала то это за истину а что она сказала я до конца считал что богородица выше христа почему на мать она выше сына по-человечески рассуждать это вроде и понятно а когда считать стал все встал на свое место 15-20 языки или 15 главе нету нету 20 стиха риме и сделай тебя для этого народа крепкою медную стеною а му они будут тратовать против тебя но не одолеют тебя ибо я с тобою чтобы спасать и избавлять тебя говорит господь говорит это значит я это слышу так тебя раздавит нет бог сказал стена это рухнет они будут как бурный ветер палящий все на своем ходу нет я тебя сделаю скалою или имею еще прочитать минуточку почему-то у меня 317 языки или моё считали мне 317 языки или сын человеческий я поставил тебя стражем дому израилеву и ты будешь слушать слова из уст моих и будешь разумлять их от меня не сам по себе а бог влагал а сегодня говорят вот войну ездили а что это с апостольским трудом сравнить почему сравнить не надо мы несравненно больше делать можем он сказал ушел а мы евангелие отдаем ему что будет написано через десятки лет одно дело сказал и забыл а другое где пришло письмо и ты взял как документ надо рассуждать через это и нам господь позволил распространить десятки тысяч евангелий буквально по всему миру проехать люди по разному относятся а потом начинают доходить некоторые приезжали к нам прямо в селение помогите основать то другое но мы всех направляли патриархию поэтому мы от этой прибыли никакой не имели ни одного человека вот за 30 лет мы не позвали к себе только с разрешения если кто-то был понравилось написал заявление это наша вина что у нас не прибавляется еремея 22 22 22 42 глава 21 до 2 стих я говорил тебе во время благоденствия твоего но ты сказал не послушаю таково было поведение той самой юности твоей что ты не слушал гласа моего всех пастырей твоих унесет ветер и друзья твои пойдут в плен и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои откуда мы знаем это все бог сказал ему какое преследование терпел как его унижал царь как бросил в ров как в колоде где-то в грязи уши евнух заступился если такой фильм еремея если будет возможность посмотрите как здорово поставлено как бог открывается через кого говорить даже не верится что это можно было так показать это прямо детям нужно показывать вы спрашиваете если у кого внуща то есть какой фильм посмотреть сегодня сколько отдельно абрам отдельно моисей название такие и осик это шедевр просто и человек который смотрит с ребенком дальше рассуждает а я бы был там как я бы так было в маленький ребенок его приводят в храм а он что-то видел этого во сне и все это так совокупили и первый раз когда говорит он боится сказать начинает говорить все слушают должен пророчествует а пороков давно не было это все нам и священное писание ну когда по священному писанию раньше в начале перестройки появился фильм называется иисус по евангелия луки его посмотрели кажется около двух миллиардов людей самый распространенный и его дублировали и дублировали самые лучшие артисты по тем временам и моего везде говорили ну не православные ставили но фильм исключительно по слову божию еще несколько мест так и риме 616 это вот наизусть надо вот я считаю это как замок на котором буквально все висит так говорит господь остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросить о путях древних где путь добрый и идите по нему и найдете покой душам вашим но они сказали не пойдем когда спрашивать беседуешь неправославными людьми один ответ вы когда появились ну там сто лет древний путь откуда этот пост остановитесь расспросите как оно было тогда еще ради того друг церковь когда одну церковь создала вы в девятнадцатом веке возникли это вот самый основной краевольный камень и что они ответили не пойдем господь говорит когда ну кажется невероятно сегодня бы с это сказать тебя убили бы сразу войну враг подступает к иерусалиму про херемия играет откройте ворота и запустите их да ты что говоришь мы с египтом договорились оттуда такая помощь будет не будет кто на египет опирается так как на кого-то и тебя проткнет руку и все и так и было совершил созрение все сыновья были заколота иерусалим был попален а если вы запустили господь говорит пойдете плен все равно за грехи ваши но вы там будете выдавать сыновей дочерей женить виноградники насаждать и вернуться мы откуда-то узнали и слова божия вы сами себя проверьте сколько времени у вас уходит на чтение слова божия каждый день не ссылайтесь на зрение или на что-то приходит домой сын или кто-то он же любит вас откроем узор они библию скажем ну глазки со всем местом ну-ка прочитать что ты знаешь его может как раз это и коснулся и он вас будет вспоминать потому как ты любила слово божие а ты это покажи если бы не слово божие где бы я была чтобы со мной было дожила бы до этого дня или нет у меня надежда вы знаете через слово божие что доходит это уверенность завтрашнем дне не вспоминается писатель паустовский а ему жены это сын и говорит папа почему ты все время все темнеешь а мама все светлее делается мама идет на встречу господом у меня кроме могилы ничего нет веры нету она каждый день людей поздравляют с днем рождения ну на день год ближе к смерти а ты скажи не к смерти а к встрече с моим господом еще одно место прочитаем и иеремия нет исайя 13 2 все пророки вот ну я вам сказал сколько говорили слова слушай только 782 раза господи слушай слушай это означает приди ну я слышал сколько я взял только такой крайне такие там другие спряжения там просто математика до обеда занимался чтобы сложить эти цифры 1900 раз в общей сложности бог говорит батислава приди только два раза отойди а то есть сказал грешнику который не желает ничего слышать исполнять и на суде божьем скажет отойдите проклятые в огонь вечный да может чудеса творили я никогда не звал вас поэтому жизни достойных бог может проявлять чтобы вот мы пришли сюда за ты зуды то я бы могу дома помолиться можешь помолиться и дома но так как здесь это не будет мы вместе а где двое или трое там и я господь говорится во имя его собраны и так считаем 13 2 исайя поднимите знамя на открытый горе возвысти голос махните им рукой чтобы шли в ворота властелинов вы знаете что такое знамя я всем говорю я влюблен в российский флаг я его объясняю и не было возражения никогда я в милиции тут занятия каждую неделю и почему а это не проповедь все рождаются в крови первая полоса независимо от того он верующий не верующий древние народы одинаково одинаковая паса вторая это синяя поможете огонь и маня земном небо синие синее небо меня там манит дальше и третье белый белый пристол я разговаривал с немцами с украинцами а что желтый этот подсолнечники а черного немца да это русские тут залежи угля здесь все родился живи по слову божию и ждет великий белый пристол слава нашему господу за дивное откровение которое дает нам через библию через святых наших отцов спаси христос брат